спортмарафон аудиоверсия добрый день друзья это артур ахметов и спортмарафон аудиоверсия сегодня у нас будет подкаст эксперимент и этот эксперимент я буду ставить прежде всего над собой в чем он будет заключаться у меня сегодня замечательный собеседник его зовут андрей хачатуров андрей привет привет если вы не знаете кто такой андрей хачатуров значит вы наверное мало знаете о беге если вам нужно больше информации вы можете конечно найти ее в интернете я вам просто скажу что андрей это человек который занимается бегом уже больше двадцати пяти лет больше тридцати больше тридцати длинным длинным бегом если сказать что есть люди у которых профессионал начинается с большой буквы то здесь все буквы в слове профессионал за главным и вот андрей будет сегодня помогать мне ставить эксперимент над собой который будет называться как снова начать бегать история вопроса такова я бегал свое время пробежал порядка 900 километров и где-то год назад может быть чуть меньше окончательно забросил бег просто потому что мне надоело как больше тридцати лет андрей это не надоедает он наверное сейчас с нами поделится а собственно суть и сейчас пролетит над нами вертолет я вам скажу прелесть эксперимента в том что мы будем его проводить во время настоящей тренировки которую сегодня мне преподаст андрей андрей вот мой первый вопрос к тебе как ты вообще пришел к бегу как ты первый раз побежал пока мы с тобой прогуливаясь идем до площадки на которой собственно будет проходить наша тренировка но первый раз побежала наверно когда начал ходить я об этом плохо помню я вообще отсчет времени бега я называю длинным бегом на самом деле для меня нормальный бег я начинаю с первого марафона 42 195 это классическая дистанция это случилось в 88 году прошлого столетия достаточно давно где это было а это было москве московский международный марафон мира который вот сейчас снова опять скоро будет у нас традиционный а а когда вообще начал бегать не знаю потому что я бегал как то и в школе бегал и дальше бегал там всех сухая легкую атлетику все время бегал 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 но это все был так называемый короткий бег то захотелось сбегать подальше пробежал марафон потом лет через пять захотелось пробежать сутки есть суточный бег 24 часа дальше эта машина нам помешало ничего страшного потом предупредил наших слушателей что мы идем по улице разные были самовыражение бегал там вокруг озера эльмень бегал от питера до выборга бегал еще где-то и вот через 22 года впервые вышел на дистанцию шестисуточного бега это уже было в нью-йорке а потом было еще два десятисуточных потом было два раза армении пробежал вдоль и поперек с запада на восток и с севера на юг в общем по нарастающим в общем ты завелся остановить тебя уже да да и вот и как раз спросил когда без как это тебе расхотелось да когда вот я где-то считаю что лет двадцать я себя иногда выгонял на тренировку а вот через двадцать лет уже стал бегать всегда в удовольствие и даже если выйти трудно когда устал на работе или просто устал от жизни сегодня до погода плохая но я всегда знаю что через пять десять километров будет здорово скажи пожалуйста сколько ты километров сейчас пробегаешь в неделю неделю не знаю в месяц среднем 450 550 то есть каждый месяц ты можешь добежать из москвы до почти санкт-петербурга ну почти да нет если надо то можно и до него самого потому что между за 10 суток нью-йорке было тысяча пять километров за 10 дней это уже дальше нет и не ежедневная тренировка ежедневно ежедневные до четыреста пятьсот пятьдесят просто больше не надо это я говорю без хвастовства для меня это стало нормой я же давно бегаю вот и я понимаю что большие километры могут просто привести к усталостным травмам очень непонятно ради чего это нужно а так вот эти 500 дают мне возможность в принципе выходить на старт любой протяженности в любое время когда старт сложится андрей скажи пожалуйста вот для человека который когда-то бегал и перестал либо для человека который только планирует начать бегать вот самые распространенные ошибки на твой взгляд какие допускают но первое начинать бегать с понедельника с нового года с начала месяца и прочее начинать бегать нужно тогда когда решил начать бегать это первое то есть не привязываться к дате то есть появилась мысль надо бегать стал и пошел но нет ни в чем было надо это мы к этому перейдем надо в экипировки все-таки бежать правильно чтобы это было не последний раз опять второе распространенная ошибка искать себе соплеменников сопричастников собутыльников мы шучу конечно то есть искать себе кого-то с кем бежать потому что одному или одной якобы плохо тяжело там никогда ну не комфортно это тоже неправильно потому что раз найдешь себе человека коллегу для бега а потом начнут по разного рода причинам тренировки срываться кто не может один то не хочет второй и бег опять закончится любом случае любое дело если ты начинаешь его сначала наверное можно начать с кем-то вместе будет профессионал без жесткой привязки нет я имею ввиду что не строить свои убеговые планы будущие на то что я буду все время бегать там с профессионалом или с непрофессионалом и вот бежать мы собираемся сами потому что бег это такой вид спорта где ты все делаешь сам каждый метр преодолеваешь сам не помогает тебе ни техника никакая виде велосипеда лыж или чего-то так хорошо третья ошибка выбежать чем попало как ты сказал но вот как раз таки и начинал бегать в чем попал вот потому что это может привести к травмам а причем травм могут быть страшные можно себе позвоночник повредить незаметно еще что-то и после этого бежать не захочется и ну как бы бег закончится не успех начаться вроде бы кроссовки то у меня были беговые а вот вся остальная экипировка была конечно но вот сейчас тоже кроссовки беговые дальше начинается не очень я имею ввиду трусы они слишком длинные хорошо нет выглядишь хорошо это мое баскетбольное прошлое они могут оказаться неудобными сейчас дождь если будет посильнее они намокнут начнут натирать самых неудобных местах андрей ну смотри да мы вот за этим разговором пришли к той площадке которую мы выбрали сегодня для пробежки я тут не бегал ни разу это по моему называется пруд кожуховский пруд это на самом деле старое русло реки москва которое потом закрыли здесь получился пул немножко ветрено покапывает дождик вот здесь мы сегодня вокруг будем бегать моя первая тренировка за полгода здорово не сразу хочу сказать про немножко ветреный покапает дождик погода очень комфортная для бега тем более для начала вообще самая комфортная температура для бега это где-то 15-17 градусов я люблю жару но это уже извращение она приходит с годами жара мороз и прочее вот начинать удобно именно в такую погоду до 20 градусов хорошо что нет солнца то что нам могло помешать от и без кепки пришел это тоже минус кстати в экипировки так вот здорово что здесь асфальт я не знаю еще как мы там будем дышать там какая-то промзона да но вроде по или нет я просто уже оцениваю когда как профессионально тренировочную то что асфальт здесь они плитка это здорово потому что плиткой бетона но в несколько раз плотнее асфальта и ноги сразу можно отбить вот ну и круг достаточно достойные сейчас посмотрю сколько он когда часы включу смотри до экипировку немножко я одет в свои старые найки пегасус и 30 как ты оцениваешься нормально они еще не сносились амортизация судя по всему есть где-то 500 километров это это нормально для кроссовок до до 800 точно нормально скажу что в офисе когда мы выходили андрей померил мой кроссовок сказал что амортизация присутствует значит как ты говоришь позвоночник в трусы не высыпется позвоночник в трусы не высыпется сколько бежим в каком темпе ну вот сейчас когда побежим ну темп не быстрее 6 минутный километр мы набив бегуны меряем расстояние не километров в час и как машины а сколько минут на километр в принципе 6 минут на километр 10 километров в час 6 6 15 6 30 вполне комфортная скорость для такого молодого человека как ты вот если бы здесь была девушка или там пожилой юноша я бы сказал давай возьмем там 7 минут начнем вот и в принципе любая первая тренировка надо себе поставить задачу не преодолевать километры не устраивать какие-то скоростные тут эти показать что вот я живой сейчас как рвану ну рванешь но ненадолго вот надо просто выйти и постараться пробежаться ну например там полчасика мы посмотрим правда продышаться да если будет тяжело бежать говори мы сбавим ход или перейдем на шаг но мы будем двигаться полчаса окей значит сейчас я в своем гаджете нажимают старт я тоже своим ножом и мы начинаем тренировку погнали побежали скажи андрей как ты вообще относишься к гаджетам на тренировках но сейчас отношусь нормально по прошествии стольких лет но начинать бег с обвешивания себя гаджетами очень не советую потому что нужно научиться слушать себя и и слушать трассу это ну трассу слушать будем позже когда на большие километры выйдем а лучше да извините давай развернемся и побежим туда потому что ветер в лицо дует но он будет в лицо мы же по кругу бегаем задувает микрофон хорошо него там там немножко по другой под забором поджим там будет меньше вот так так вот очень удобное изобретение человечества я вот за эти как раз 30 лет длинного бега все это происходило у меня на глазах здорово когда есть часы которые все точно показывают расстояние скорость и прочее здорово когда есть пульсометры здорово когда еще что-то есть не знаю что вот но у меня честно говоря часы с gps появились впервые за всю эту практику где-то года полтора назад какие у тебя сейчас унта бар 9 хорошие часы прекрасные я взял из-за того не не только удобные для бега они удобны для меня тем прежде всего что у них батарейка мощная и в режиме gps они могут работать 120 часов вот то есть если я выйду на какой-то длинный старт я не буду думать о том что когда батареек сядет для начинающих естественно можно взять батарейка послабее и не только для начинающих для ну любого кто ставьте разные задачи еще будет бегать марафон и дальше не пойдет ему в принципе такие часы не нужны ну такая батарейка ну хорошо вот допустим молодой человек вроде меня решил начать бегать но при этом у него нету гаджетов которые показывают ему пульс как оценить что ты находишься в комфортном для себя темпе вот сейчас мы находимся как раз в нормальной пульсовой зоне и смотрю мы не прибавляем выбежим по 633 но по 630 и спокойно можем разговаривать когда спокойно разговариваешь со мной или по телефону значит и в нормальной пульсовой зоне если мы прибавим будет более прерывиста есть начать задыхаться значит ты уже превысил какой-то предел вот пульсометры для любого начинающего и потом продолжающего бегать спокойно в умеренном темпе есть человек не собирается выбегать марафон там за 23 они в принципе не нужны потому что но мы себя чувствуем если в ушах зазвенелось в глазах помутилась понятно что ты перебрал когда ты начинаешь делать скоростные тренировки сборники им да им нужно периодически обвешиваться аппаратурой проходить специальные исследования прочее чтобы знать свои но это работа вы работа все-таки вот мы увлечение отличается мы сейчас не про тебя я никогда не бегал я никогда не бегал с пульсометром и вряд ли побегу он мне не нужен это про меня ты не слушаешь музыку во время пробежек да ну когда с тобой не разговариваю но музыку ли радио не суть музыка помогает музыка помогает и нет привязываться к темпу музыки будет ошибка в тоже не подобрать такую музыку чтобы держать ровный темп который тебе нравится чтобы музыка при этом соответствует музыка нужно нет во первых должны быть наушники не вакуумный чтобы слышать окружающие пространство это безопасность а во вторых музыка нужно ну чтоб как-то вот сейчас мы бежим метро да проехал да сейчас нам пока все нормально километров через двадцать этот звук можно начать раздражать например я надеюсь что мы сегодня 20 километров не пробежим в будущем я пробегу сегодня после работы вот значит или бежишь по вот я если брать москву бежишь по проспекту шумному там что-то все время шумит музыка чуть-чуть подзаглушает звуки возвращает их в ровный гул музыка отдает не слышать какие-нибудь избитые фразы типа динамо бежит такие вопросы до дурацкие которые тоже могут раздражать то есть ты видишь человек что-то говорит и даже подозревая что но конкретику не слышишь поэтому не раздражаешься тем мешать не мешает бежать вот нужно по 6 40 лет это хорошо но дед я на тебя ориентируюсь это нормально я рассказал что не быстрее 6 хорошо аудиокниги подкасты это кому как я думаю что аудиокнига будет расслаблять и вообще осмысленный текст будет отвлекать это тоже может привести какой-то беде ну в принципе может спокнуться давай тогда такой вопрос а в каком вообще состоянии ума нужно бегать ну выходим должен занимать заниматься мозг во время рдержки вот у меня сейчас мозг занимается придумыванием новых вопросов ну понятно призанят это хорошо когда во время бега ты чем-то занят это здорово если ты во время бега начнешь считать шаги и дыхание это плохо этого ни в коем случае делать нельзя не бегать на раз-два-три почему бег должен стать естественным состоянием вот как идешь так и бежишь как сидишь так это одно и то же в принципе то есть это нормально кстати могу сказать что видишь нас ухудшилась тут трасса с одной стороны с другой да плитка так вот бег не надо ничего считать не нужно думать дышишь ты носом или ртом причем нет такого ограничения дышать все время носом я помню в далекие уже советские времена была такая не знаю кто выдумал эту штуку что во время бега пить нельзя якобы это вредно я вспомню со своих тренировок по баскетболу про дыхание это вдох носом и через три-четыре шаговый я помню такую нет не надо бежать надо легко расслаблено свободно ничего слушать не надо надо ну слушать можно вот себя тебе приятно хорошо не ну если начнешь считать что-то или если начнешь задумываться вот смотря на часы с какой скоростью бежишь если начнешь смотреть в какой-то пульсовой зоне находишься бег превращается просто какое-то издевательство но это будет же машинная работа часы сообщили что мы пробежали один километр до 6 минут 36 секунд у меня часы молча пропущали показали у тебя часы настроенные наверное да у меня на каждый километр на столе их можно особенно сколь угодно километр любит функцию открыть короче надо бежать в принципе их можно по-разному развлекаться можно слушать музыку можно смотреть по сторонам нужны особенно в самом начале пути а когда тяжеловато когда приходится переходить какие-то тяжелые этапы бег такая штука интересная то есть и сколько пробежал тебе здорово да потом все равно наступит момент когда тебе будет тяжело и перед тобой стоит выбор либо ты делаешь очередной второй третий шаг и бежишь дальше либо ты остановишься гристиана сегодня хватит я устал нужно себе отдавать отчет в том надо да можешь ли ты дальше двигаться или куда но нужно решение принимать самому но не нужно чтобы эти решения были признаком слабости внутренней то есть так как тот ты раз ослабился 23 и ты просто дальше чем километр не убежишь или 5 лет но при этом красоваться не перед кем не перед тем и даже если есть перед кем-то не надо этого делать потому что я всегда говорят у нас есть хорошо что есть сети социальные да и плохо что они есть для тех кто вот смотря как посмотреть хорошо что они есть то что можно найти нормальных людей и там посоветоваться до или понаблюдать за кем как он бегает ну когда зашел в беговую тусовку и плохо тем что начинается увлечение всякими личниками терпеть не могу этого слова вот эти до личные рекорды люди выходят там же на парк ран и каждый вот г то ли сделал лично кто ли не сделал вот переживай на эту тему а вот как он бежал что на себя нового там приобрел и прочее об этом не слова какие-то отчеты пишут именно не не эмоции не впечатление отчеты но сделаем скидку на то что андрей ты все-таки человек взрослый ну да ты не до конца понимаешь насколько для молодежи важно показать что он либо активный это в лучшем случае если человек выкладывает информацию своих бегов и это хорошо я я же не договорил как человек взрослый плохо то но в душе конечно почему понимаешь что мало плохо то что люди начинают нервно реагировать на реакцию окружающих то есть если человек собирался сегодня пишет я выбегаю на десятку да моя первая раз у нее не получилось ну не то фаза луны так не то погода все что угодно мы же не машина влияет она влияет на некоторых влияет очень сильно у меня есть знакомые ребята настоящие ультрамарафонцы они надуманные те которые бегали есть такой уникальный пробег в нью-йорке 3 тысячи 100 мили 5000 километров вот люди неоднократно выходишь на этот старт они вот знают что если большая луна в этот день он как бы с график с его срывается то есть это нормально это уже битые перебитые такие тертые перетерты и то то есть человек это живой организм на него влияет много давление разное даже вот не страдаешь давлением как таковым да но все равно атмосферное давление тебе влияет погода ветер влажность поэтому и вот сам это обидно не обидно опасно и в том что человек куда-то собрался и потом например либо не наберется смелости написать что он пробежал 8 да ну как бы умолчал выбежал или написал и кто-то вот слабак от чего-то не бывает слабаков извиняюсь мошка попал в рот не бывает сильно любой опыт приобретаем во время бега это опыт может быть положительно отрицательный но все равно опыт и поэтому все что пробежал то твое и почему-то так бежал ты можешь делиться с окружающим почему у тебя получилось либо нет можешь не делиться но я считаю что в принципе ни у кого нет права человека критиковать за тот или иной результат это как я всегда сам занимался много комментированию разных спортивных соревнований и у меня всегда раздражало когда какой-нибудь комментатор начинает там вот там забил не забил мало прыгнул там не долетел иди сделай сам вот иди забей иди прыгни дальше иди там проплыви быстрее а потом это все-таки не работа комментатора на ему нужно подогревать а это некорректно этом публику подогревает но человек оскорбляет то же самое и в беге когда в сетях начинают кого-то полоскать или в коментах там критиковать вот и мог бы лочь это вот это то это все это нехорошо то есть на это вестись не надо это не должно стать причиной чтобы какой-то внутренний зажим появлялся хорошо с этим понятно но все-таки делаю ремарочку для многих наверное публичность занятий каким-либо видом спорта или деятельностью является своеобразной мотивации продолжать этим заниматься ну это конечно каждый для себя решит вот говорить ты стал труднее немножко но мы просто пробежали уже почти два километра мы с тобой как-то без разминки начали бег вообще следует ли перед пробежкой сделать какие-то упражнения размять колени бедра но вообще мы не без разминки начали мы достаточно бодром шагом дошли до пруда это уже была разминка мы с мышц уже разогрелись главная задача любой разминки как и заминки с первого шага мышцы не порвать грубо говоря то есть надо быть разогретым я вообще разминаюсь во время бега то есть если я выбежал на какую-то свою дистанцию да я начал медленно вот через какие-то километры я замечаю что я автоматически начинаю бежать быстрее из какого-то временного интервала нет просто ты должен внутренне почувствовать что организм разогременного нет потому что разные температуры прибавить разные условия разная география где я нахожусь равнина горы жара холод вот но зимой это холод объект точно должен быть от подъезда до подъезда и назову то есть из дома выбежал не то что ты встал куда-то пошел вот на пруд до пошел пешком потому что стыдно бежать по улице якобы вот и потом только начал бегать а потом опять пошел пешком но это быстро закончится хорошо если никаким заболеванием серьезным зимой нужно перемещаться от тепла и до тепла даже попадание в теплый автобус не гарантирует что будет все хорошо например нам ехать две остановки до дома да мы доехали до пруда хорошо доехали ладно вот и на остановке не стоял скачал в автобус быстренько там без задержек подъехал назад и когда снова быстренько вскочишь в автобус или метро или куда угодно себя начинает стекать все это дело то что на карта что остановился становишься весь мокрый и даже пассажиры на тебя реагируют дело даже не пассажира пассажир правильно реагирует а дело в том что ты выйдешь из этого автобуса метро трамвай или любого другого транспорта из машины даже и будешь проходить пробегать или преодолевать последние там 50 100 200 а то и больше метров до дома за это время вот тебя может легко просквозить потому что ты уже весь мокрый потому что если бегаешь в правильной одежде который сейчас принципе продается беговая спорт марафоне в том числе в марафоне не в том числе а в марафоне прежде всего прежде всего да не но у нас просто нет чего-то такого скажем так не приспособленного чтобы дает за приспособленный так вот уходим от рекламы идем дальше если ты бежишь в одежде которая создана умными людьми для бега тебе гарантируется нормальный теплообмен если правильно наделся вот я садивайся зимой коснусь у скоро зима в принципе одеваюсь так чтобы не было слегка прохладно не холодно не жарко слегка прохладно это самое оптимальное тоже если надеешься лишнюю кофту там куртку и все что угодно ты будешь все время мокрый все время мокрому бежать долго нехорошо и неприятно и вот этот баланс он достигается опять же со временем с неким опытом вот и когда чуть-чуть побегаешь сам поймешь что тебе баскетбольных трусах не так удобно как бегал я у меня ощущение что в баскетбольных трусах родится ну хорошо но я тебе уверен что до определенных километров да дальше поехали вопрос такой ты сказал что мы вот вышли бегать на пруд потому что может быть по улицам бегать стыдно мы конечно вышли сюда потому что искали более тихое место для бега но мне кажется не очень нас это получилось потому что здесь в районе метро кожуховский технопарк идут строительные работы по облагораживанию территории видать связи с открытием этого большого российского диснейленда и мы бегаем в такой пыльный шумный ну не сильно пыльный скажем так но шумноватый вопрос очень наверное популярный если смысл бегать в маске дальше есть бегуны которые видел вчера велосипедисты виду бежал корраде здесь уехал нас бегуны вот бегаешь ли ты в маске идет я маски не бегаю и не бегал я считаю что смысла ну как бы здесь личное дело каждого маски каски платах там кольчуге это как угодно да значит я считаю что маски бегать не нужно но прежде всего потому что москве сейчас есть чем дышать я сам человек недавнем прошлом глубокий провинциал то есть жил в том что называется замкадье да ну всего-то 120 километров от москвы но уже как бы на свежем воздухе на берегу волги вот и были времена там сколько-то лет назад достаточно прилично когда я в не только бегать я но не мог несколько дней находиться мне было очень тяжело сейчас я спокойно уже здесь живу бегаю причем бегаю по всем улицам уже ну наверно вдоль и поперек всю москву пересек и какого-то негатива из-за того что не нечем дышать ни разу не испытывал может быть я придышался может как но мой я и до этого всю жизнь бегал по дорогам между городами это было все-таки провинция а мой опыт наверное лучше доказать от того что раз я до сих пор живой значит бегать по дорогам можно бегать может далеко выглядит андрей на самом деле достаточно хорошо может быть даже получше чем я кстати сейчас заметил ты стал бежать легче да я замедлил немножечко темп и темп не замедлил темп мы чуть-чуть ускорили сначала а теперь мы вышли на тоже с которым стартовали и ну ты стал легче говорить судя по вашему виду одно у вас уже открыл захват вас не вырабатываешься я открываться нечему родах они нет это это байки так если какие-то рекомендации по физическому положению тела во время бега наклон что делать с руками насколько поднимать колени вот какие-то такие но хитрости хитрости есть ну бег должен быть мы же никуда не спешим правильно мы же не собрались выиграть олимпийские игры тем более как бы не собирать вас не получится все равно же по возрасту да и дело не возраст дело в том что есть люди к этому способны они уже давно сборной это вот мы видим и не способны поэтому туда не попали вот а дальше мы бегаем достаточно спокойным бегом причем спокойный бег может быть марафон там и 6 часов и 5 и 4 кому-то три часа это все будет спокойный бег все это понятие относительно значит специально делать какие-то движения руками я не думаю что нужно когда бежит 100 метровку или счет какой-то короткий бег там да там каждое движение дает тебе те доли секунды который приближать такую сейну болту да вот мы к нему не приближаемся у нас таких точных расчетов нет когда каждый шаг каждой доли секунд рассчитан значит свободно с ногами поднимать их вот у меня я так называю такой я как бы землю глазу но это у меня выработался долгого бега экономичный такой стиль то есть я поднимаю ноги на минимальную высоту чтобы тратить на это меньше сил сил хватило на дольше но что опускается первым на поверхность пятка или носок конечно пятка или середина стопы с носка бегают быстро и недалеко или бегают далеко есть и кенийцы ты можешь пробежать там тот же самый марафон без кроссовок и без кроссовок он может это будет два часа с небольшими минутами мы не кенийцы мы так не бегаем поэтому мы точно комфортный бег это там с пятки или середины мне кажется концу бега от меня все будет больше и больше различных сатирических комментариев на тему бега потому что меня это будет хоть как-то хоть как-то подбадривать вот у нас же три километра позади тем временем так вот бежать надо спокойно расслаблено ноги поднимать ровно столько чтобы не споткнуться вот здесь даже есть опасность я бегу низко вот у меня локоть видишь да вот 4 января я упал но там я поскользнулся сломал локоть а потом через пару месяцев я уже поскользнулся носком то есть бежал вечером по яузе с работы и просто споткнулся а маленький камеш даже ногу держал низко и у меня снова вернулась только что зажившая все назад вот то есть ну стиль бега у каждого свой технику можно ставить но техника нужна для того чтобы преодолевать определенные препятствия добиваться каких-то определенных величин беге в километрах черных а стиль с ним рождается не мы умираем он остается всегда его не поломать и любой человек через определенный километр со мной выйдет на свой стиль бега технику уйдет если бежит велика это точно здесь числый день скажи пожалуйста перед вот этой нашей тренировкой о которой мы договорились с тобой заранее ты принимал какую-то еду какие-то коктейли чем ты готовишь организм с точки зрения питания к своей тренировке ну ничем особым его не готовлю в том что я же сказал что бек это естественно состояние но у меня слегка извращенная система питания но я днем фактически ничего не ем и вечером вечером потому что я за полтора часа до нашей тренировки съел тарелочку борща наверно пюрешечки с жареной куриной печенью нет почему я перестал есть это дело не принципиальное это не какая-то погоня за какой-то супер диетой просто у меня был всегда такой стиль жизни или образ жизни что я вынужден был как сейчас бегать после работы всю дорогу с работы домой или часть ну смотря того куда я бегу потому что в другое время просто некогда бегом заниматься и вот сколько раз я упирался в то что если в обед съешь слегка нету еду например жареной курицы она как я называю может колом в горле стать или начать из желудка подпрыгивать куда-то вверх или неправильное совмещение продуктов что тоже так сбалкивается я чувствую у меня сейчас не совсем правильно я сначала начал выбирать а что есть что не есть все равно напарался на какие-то вот определенные вещи и в конце концов решил больше на эти грабли не наступать и просто перестал обедать могу вот сегодня съел в обед не было 1 2 2 банана один банан жидком виде другой ствердых да вот значит весь день пью с утра усиленно пью кофе в обед вот сейчас на работе привык выпивать чашку чая могу совсем недавно пришел к изотоникам когда вкус хороший можно вот сейчас у меня с собой тоже изотоник есть на обратной дороге тоже летом кстати я видел еще как ты сегодня поел пару кусочков дынь а а ну это было но два банана и два кусочка дыни было ну там у девушки был день рождения она принесла дыню спасибо ей спасибо и он я не стал есть торт на всякий случай там чтобы был пирог собой завернул просто а при всей моей любви такого рода изделия перед бегом я все-таки боюсь есть потому что тоже может быть неприятно андрей пить во время тренировки надо конечно надо но опять же тут опять же организм от организма раз мне это может так из горла не вылезать во вторых зависит от времени года но зимой фактически я про тебя могу сказать что это 30 километров зимой вообще не пью я не показать человек который бегает недалеко немного или для него это много там 5 10 километров 15 зимой легко можно без воды ничего страшного летом чем жарче тем более явно нужна вода вообще я рекомендую люди когда бегут какие-то километры более-менее приличные километр глоток это такая есть хорошая дозировка единственное что что с увеличением километров может глоток увеличивается своей емкостью и с увеличением жары может они километра через пол километра для главное чтобы не было теплового удара не было обезвоживания это очень важно но пить надо через определенное время нужно включать какие-то там соли есть или там пить из затоника не воду все есть у андрей да я смотрю что у нас осталось три с половиной минуты до получасовой отметки я на самом деле ты как себя чувствуешь ли он что я на этой отметке добежал давай наверное чтобы не выходить за рамки нашего 30 минутного разговора и тренировки подведем краткий итог очень коротко что нужно учитывать перед тем как выйти на старт пробежки любез вот андрея хочу туров ну во первых нужно этого хотеть во вторых нужно надеть правильные кроссовки чтобы не было травм не нужно правильную одежду уберете подходу по походу бега дальше она придет сама есть а сразу нет кроссовки самые важные а если жарко возьмите воду хотя бы чуть-чуть ну это может даже бутылочка маленькой быть в руке так на всякий случай никуда не спешим и первое время мы просто просто двигаемся вот мы сегодня взяли полчаса полчаса движения если не смог бы бежать начну с тобой какое-то время прошли пешком надо ставить все цель на движение и двигаться дальше и с каждой новой тренировкой процесс будет все более увлекательный с увеличением километров дальше не надо строить грандиозных планов никаких потому что повторял еще раз повторю у каждого свой марафон у кого-то марафон 10 километров у кого-то 42 классический у кого-то 1000 но это не значит что то что 1000 лучше того который бежит 10 потому что у всех свои цели задачи свои интересы и свои возможности физические в том числе если я предрасположен длинному бегу а кто-то короткому мы бегаем в разных категориях но мы оба самодостаточные люди и и один и второй достойны уважения за то что и в принципе двигаются что еще забыл не обращать внимание на окружающих и не ориентироваться вообще на окружающую среду то есть опять же маленькой ликбез когда люди говорят что им некогда бегать до прикрывая так с вами нежелание выйти разные я всегда говорю что сидеть потом в очереди в больнице время есть у всех сразу находится а бегать почему-то времени нет вот бег вот не позволяет не есть таблеток и не ходить в больницу чувствовать себя прекрасно ну чувствую да насколько возможно прекрасно не очень прекрасно себя чувствую когда пробегаю очень много но это быстро проходит андрей как ты останавливаешься после бега или такого понятия как останавливаться для себя уже нет очень кратко потому что восстанавливаться после бега в принципе после большого бега до бывает восстановление но там можно до месяца доходить а принципе никак но опять же я не уже не показать тоже бегу и давно но вот я в выходной могу пробежать там 30 40 50 километров и взять пылесос начать пылесосить то есть это нормально да в принципе надо попить чайку сладкого желательно ну или что то есть там сахаром не пьете не знаю с то она так восстанавливает не надо никуда рваться и ко всему надо приходить постепенно то есть не надо совершать такие подвиги после которых восстанавливать через реанимацию этого мы вам таких тренировок не рекомендую конечно смотри я не бегал уж даже не помню сколько сегодня мы с тобой пробежали 30 минут четыре с половиной километра пусть я от свой даже не хочу смотреть мы вроде как разговаривали хох-хох-хох ровно отметка 30 если ты со мной еще пройдешь если пройду до до конца и заодно скажу не во первых ты сейчас мог бы бежать еще 30 минут но уверен я смотрю по твоему состоянию и молодец здорово пробежали до восемьдесят семь ударов в минуту чистота сердечных сокращений у него но может прибираем там чуть-чуть все пульсометры которые на руках чуть-чуть преувеличивать молодец мне пишет слышь молодец спрашивает увидимся ли мы завтра да вот как раз по поводу завтра пока идем и хотел сказать завтра может возникнуть мышечная боль которая называет там молочной кислотой и прочим но не суть это просто надрывы мышц происходит от перегрузки как увеличить эту мышечную боль только бегом или бегом как угодно повторению или на любом слоге то есть можно медленно входить в бег это будет долго и мучительно можно войти в бег быстро то есть нужно просто стабильно выходить пробегать и максимум через неделю все пройдет и мышечная боль будет появляться при резком увеличении нагрузки то есть либо увеличение скорости либо резко увеличение километра ну вот из тренировки с тобой я понял одну вещь если перефразировать знаменитую песню группы beatles all you need is бег ближайший старт который ты можешь выделить из повседневной жизни ближайший старт через несколько дней в субботу я собрался повторить тот маршрут который пробегал 2002 году из дубных сергиев посад ну там там ровно 100 километров получается ну может быть плюс-минус в плюс может быть несколько вот нам тебя ждать в понедельник конечно ждать в воскресенье могу прибежать уже не я надеюсь все будет нормально машины не сильно не помешают другу в дубну позвонил он на машине поедет будет километров там через пять-десять меня поджидать и отдаливать воды сколько по времени ты планируешь бежать этот маршрут я никогда не планирую это один из моего бега то в прошлый раз получилось 10 часов он тогда я был моложе на 18 лет вот посмотрим ну то есть на это и буду ориентироваться но получится чуть подольше я думаю там маршруте хорош потому что последние ну не треть чуть побольше там такие приличные горки горки я люблю хотелось бы еще жары но к сожалению погода как-то жарой не блещет андрей спасибо тебе большое за сегодняшнюю тренировку я надеюсь что несмотря на посторонние шумы и мое задыхающиеся дыхание если так можно назвать каламбур конечно вам был полезен этот подкаст с андреем я уверен мы еще увидимся и услышимся на канале спортмарафон аудиоверсии напоследок андрей вот какое-нибудь знаешь краткое пожелание людям которые еще сомневаются бежать или не бежать сегодня вечером те заветные 30 минут которые нужно пробежать слово сомневаются хорошие скалы слова ключевое не надо сомневаться нужно верить в себя и верить в то что благодаря бегу вы можете достичь того чем о чем вы даже не мечтали у вас появятся новые друзья у вас появятся новые места которые вы увидите у вас появится еще одна цель в жизни надеюсь другие цели в жизни тоже есть но бег он творит чудеса и еще бег несмотря на то что он якобы отнимает время на самом деле делает так что ваш день планируется иначе логистика выстраивается так что кроме того что будет оставаться время на бег будет оставаться время на другие дела тоже жизненной энергии вас будет больше вот андрей как можно тебя найти в социальных сетях если наши слушатели захотят тебе задать напрямую вопрос можно ли это им сделать можно всегда готов делиться в инстаграме ультрамарафон в фейсбуке андрей хачатуров и есть у меня сайт ультрамарафон точка ру там есть обратная связь напишите мне на почту придет и с удовольствием отвечу ну и заодно там почитайте там может быть даже вопросы некоторые исчезнут потому что там про все эти мои беговые начинания так как я в прошлой жизни журналистом много лет был я умею еще об этом рассказывать это мы прекрасно знаем именно поэтому я пригласил тебя на тренировку потому что знал что я могу задавать мало вопросов ты будешь на них пробег я могу говорить сутками еще раз спасибо у нас в гостях на тренировке как хотите это называйте в подкасте спортмарафон аудиоверсия был андрей хачатуров меня зовут артур ахметов услышимся с вами до связи всем пока спортмарафон аудиоверсия